Некабинетная должность. Некабинетная должность службы военной полиции стала призванием для общевойскового командира. Крутой поворот в своей военной судьбе Дмитрий Лещев сделал еще в лейтенантскую пору. Тогда только начиналось формирование военной полиции, и ему предложили взять под свое начало взвод этой создаваемой в их гарнизоне структуры. На размышления молодому офицеру были отпущены сутки. Процесс комплектования подразделения требовал его немедленного присутствия. Однако решение было принято значительно быстрее, ведь прозвучавшее в предложении командования слово «надо» сыграло в этом ключевую роль. Привычка отодвигать личные интересы на второй план сформировалась у Дима Лещева еще с мальчишеской поры. Отец его рано ушел из жизни, и маме пришлось одной тянуть жить ее бытие семьи во морской глубинке. Вот почему домашние заботы, помощь матери по хозяйству вошли в его мальчишескую жизнь, отодвинув привычные для столь юного возраста развлечения. Учился неплохо. К тому же еще и попал в спортивный класс, который был основой сборных. Команд поселка по хоккею, футболу и другим видам. А как известно, в коллективном спорте мы всегда ценятся значительно выше, чем я. Неудивительно, что большинство одноклассников Дмитрия выбрали для себя путь служения обществу, стали моряками, военными, спасателями, сотрудниками правоохранительных органов. В семье Лещевых профессиональных служивых не было, и все же мама одобрила выбор Дмитрия, когда тот решил поступать в военное училище. Во-первых, об офицерской судьбе сына мечтал еще отец. А во-вторых, чего греха таить, этот путь к получению высшего образования для парнишки из рабочего поселка был наиболее доступным. Первый курс Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза КК Рокоссовского по нагрузкам оказался круче службы по призыву в каком-нибудь подразделении спецназа. Но это не сломило курсанта, даже понравилось ему. Здесь как нигде весьма пригодилась его спортивная закалка. Нравились и военные науки своей жизненной направленностью, прикладным характером, конкретными методиками. Распределение после окончания вуза лейтенант Дмитрий Лещев получил в мотострелковое соединение «Горное» Южного военного округа. Природа Северного Кавказа покорила парня своей красотой и величием. Но особо любоваться местными видами было некогда. Учебный процесс специфического соединения, проходивший по большей части на горном полигоне, был насыщен до отказа. Служба военной полиции дала офицеру возможность более пристально взглянуть на особенности организации индивидуальной работы с военнослужащими. Точка горы быстро шлифует в людях истинные человеческие качества, дают возможность оценить, кто ты и чего стоишь. Посещавший в ту пору подразделение бригады в Рио коменданта гарнизона подполковник Иса Корчегаев приметил взводного с хорошей спортивной выправкой и уверенными командирскими навыками. В это время как раз формировались структуры военной полиции и в местной комендатуре создавался соответствующий взвод. Подполковник попросил командира бригады откомандировать лейтенанта в его распоряжение. Вот тогда и прозвучало то самое надо, сказавшееся на дальнейшей профессиональной судьбе Дмитрия Лещева. Новая сфера деятельности сразу же по-настоящему увлекла его. Несмотря на то, что обычные заботы взводного командира дополнились здесь спецификой службы в военной полиции, лейтенанту практически с нуля пришлось комплектовать подразделение, отбирая себе людей по особым критериям. Подполковник Корчегаев наставлял молодого офицера, «Наша служба требует от солдата и командира прежде всего самодисциплины». Говорил комендант и о том, что личный состав военной полиции должен обладать определенным уровнем юридических знаний, быть выдержанным, подтянутым. И если со спортивными методиками и обучения у Дмитрия Лещева проблем не возникло, то по первым двум векторам пришлось освоиться в первую очередь самому, постигая науки, связанные с правоведением и психологией. Кстати, после этого даже нормы общевоинских уставов стали восприниматься куда более детально. Можно сказать, что за пять лет командования взводом военной полиции Дмитрий Лещев прошел, что называется, профессиональную огранку этой строгой службой. Она дала ему возможность более пристально взглянуть на особенности организации индивидуальной работы с военнослужащими, позволила развить навыки планирования, документирования всех сфер деятельности. Успеху офицера на новом месте службы немало поспособствовала практика наставничества со стороны старших начальников. Ярко проявилась она и со стороны нового коменданта гарнизона подполковника Вячеслава Игумнова. По глубокому убеждению этого офицера, служба военной полиции основана на связи воинского правопорядка с человеческим фактором. Что имеется в виду? То, что в любой ситуации необходимо рассматривать все ее аспекты, оценивать обстановку здраво, взвешенно, приходить к верным выводам и принимать грамотные решения. Основанные, естественно, на нормах закона и права, однако учитывающие каждую конкретную ситуацию. Следующая должность Дмитрия начальника отделения гарнизонной службы военной комендатуры потребовала от него новых знаний. И старший лейтенант взялся за учебу. На сборах по специальности он старался не упускать ни одной детали в ходе лекций и показных занятий, перенимал передовой опыт. В итоге он укрепил собственное понимание значимости службы в военной полиции. Важным звеном в своей повседневной работе офицер считает постоянное взаимодействие с сержантским составом. Дмитрий добрым словом вспоминает сержанта Владимира Серкова, который сначала был в его взводе образцовым командиром отделения, а потом стал старшим инспектором в отделении гарнизонной службы. Сейчас капитан Дмитрий Лещев служит заместителем военного коменданта майкопского гарнизона. Кабинетной его должность не назовешь работы немалой в гарнизоне, а еще больше ее в многочисленных командировках. Довелось офицеру выполнять задачи и в Сирии, в составе подразделения российской военной полиции. За успешную службу он был отмечен медалью Минобороны России и участнику военной операции в Сирии с сирийской медалью «Боевое содружество». Офицеру военной полиции капитану Дмитрию Лещеву, по его собственному признанию, подушит то дело, которым он сегодня занимается. А что касается карьерных перспектив. В свои 29 лет он считает, что все у него еще впереди. Владимир Сосницкий, красная звезда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова